Так, попросили показать воблеры, которые вот ты купил и ловишь без проблем. Так, Rappala, Z-Baits возьмём, Crystal Minnow, Pantoon 21, Chiki 68, Так, Chiki 80. Братья, здравствуйте! В общем, недавно мне задали вопрос составить небольшой такой списочек приманок, воблеров, которые ловят всегда. Чтобы ты купил и не парился. Взял такой небольшой наборчик. Один раз потратился, грубо говоря, купил несколько приманок, пошёл на рыбалку и ловишь. Первая приманка, ребят, это Z-Baits Slider 65. Это пипецкая универсальная приманка. Она ловит всё, ребят. Окунь, щука, головы, жерех. Вообще неприхотливая. То есть она ловит и на равномерной проводке, держит течение. Твичинг это 100%. Вот, Stop and Go, то есть делаете равномерную проводку, остановка. Всё это вот в одной приманке. По цветам, ребят. Либо вот что-то такое ближе к тёмному. Да, вроде как натурально, но такие вот тёмные полоски. Либо вообще всем рекомендую брать красный цвет. Не прогадайте. Вообще редкий цвет. В каком плане? Редко кто покупает и поэтому красные цвета обычно вакантные. Их прям можно без какой-либо опаски брать. Красный, либо какой-то арбузный. Либо вот такой вот яркий цвет. С оранжевыми пятнами. Тоже хорошо работает. Но это уже, ребят, Z-Baits Ridge 70-ый. Ну, мне орбиты, если честно, больше нравятся. Вот ещё один надо прикупить себе к сезону. Может быть два ещё. Альберт, кушать будешь? Сейчас видео доделаю. А-а-а! Чё, это у тебя носки дырявые? А-а-а-а! Я на Валберсе нашла. Пошли быстренько закажем. Давай. Прикольные. Вот эти как раз. Пять штук. 350 рублей. 354. Ща куплю. Заказать. А здесь, смотри, женский есть. Давай тебя закажем тоже. Давай. Так. 70-ый, ребят, суспендер есть. Есть плавающий. То же самое. Из одной. Из одного семейства. Жерих, щук. Абсолютно любой хищник. Единственное, я не ловил ещё судаков и самов. Дальше, ребят, то же самое. Приманка не шумовая. Вообще никак не шумит. Это Yuzuri Crystal Minnow. Очень редкая приманка. То же самое. Работает на равномерки, на твичинге. И плюс здесь ещё стоят морские ключики. То есть они нержавеют. Вот. Очень долгое время идти с толстой проволоки. И, в принципе, уже сколько лет я на них ловлю. Стоят они сейчас, не знаю, в районе 500 рублей. Вообще бюджетная приманка. Видел, кто-то продаёт на Авито там по 350 рублей. Вот кому-то они не нужны. Rapolo Shallow Shed Rap. Вот. Shallow означает мелководный. Вот так вот они выглядят. Стоят в районе 700 рублей, наверное. В принципе, по нынешним ценам это прям очень вкусно. Можно ещё где-то найти. Делались раньше из бальсы. Насколько я знаю сейчас, скорее всего, из пластика. Приманки также не гремят. Ну и также твичинг, равномерная проводка. Ну давайте посмотрим, как они безбожно ловят рыб. Пусяк, наверное, 90-ый. Посмотрим, кто попался на Shed Rap. О-о-о-о, нормальный смотри какой. Нормальный. О-о-о, скорбачь. О-о-о, скорбачь. Офигеть. Я первый раз так ложу, чтобы... Офигеть. 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 Не надо крупный вон, чтобы его поймать. И вот его бьет, короче, мелкий. Не может взять. Захватить. Есть. Наполоня. Офигеть, пуп. Офигеть, пуп. универсальная палочка я многим об этом говорю вот кто шарит тут покупает но кто хочет словить абсолютно везде это вообще не знаю эта игрушка для новичка наверно больше почему потому что она работает на равномерной проводке у меня друзья не брали все они приходят на рыбалку не умеет твичит все равномерная проводка и щука равномерная проводка и щука и думает блин я гра чё ты поставил начата ловишь он мне показывает 68 понтон 21 чеки я такой блин я же дома забыл елки-палки ну вот есть еще 80 мне ребят повезло когда ребята первый раз поймал щуку на 3 килограмма на данный воблер в этот же день по-моему либо на следующий я зацепил этот выборочек и сразу же пошел купил еще наверное штуки 4 то есть практически все выкупил на тот момент в магазине сейчас они подорожали а блин сильно стоит под 800 рублей наверное где-то где-то я уже видел по 1100 не знаю почему ребята вот так вот резко не взлетели в цене это самая удачная модель от pantone 21 называется чеки сейчас в интернет магазинах и можно легко найти и это же всегда оставаться с рыбой данный воблер ребят реально прощает абсолютно любые ошибки умеешь ты твичить не знаю может быть привык там рыбачить только на блесны да там одна равномерки без разницы приманка будет ловить пришел на речку ты обязательно поймаешь окунь берет редко но в основном берет щука полтора скажем так вот кило 300 где-то 200 до тут щук по ходу вообще до охренеть на вобер сразу до офигеть силикон кидал вообще ничего ложки да да тут больше тут больше кило но сейчас килограмма на 3 на 4 я такую-то поймать не могу